Гора Джамалунгма Ее высота 8 848 метров, а вершина находится в цепи Гималайских гор в хребте Махалангур-Химал, по которому проходят границы Непала и тибетского автономного района Китая. Частично Джамалунгма входит в состав Национального непальского парка Сагарматха. Частично является частью тибетского природного заповедника Джамалунгма. Имя Джамалунгма – это адаптированное название из тибетского Ча-Мо-Лунг-Ма. Именно так гора называлась в пермите или разрешении, выданном официальными властями Тибета первой британской экспедиции. Также это название использовалось и в пермитах, выданных в 1922 году, 1933 и 1936 годах. Современное название Джамалунгма, как и непальское название Сагарматха, что в переводе с непальского означает «мать богов», утвердились в географической науке только в 60-х годах прошлого века. В различных вариантах перевода с тибетского языка название может интерпретироваться как «божественная мать земли» или «божественная мать ветра». У шерпов название горы означает «гора, над которой не могут пролететь птицы». В боннской традиции Чамалунгма означает «божественная мать жизненной энергии». Гора названа так в честь боннской богини Шерап Джамы, что в переводе «Шерап мудрейша», «Чамма любящая мать». Чамалунгма олицетворяет материнскую энергию, другое тибетское название вершины – Чамаганкар, что в переводе «святая мать», «белая, как снег». В регион Чамалунгмы можно проехать, свернув на юг с федеральной дороги у городка Алхатце, преодолеть по горным серпантинам перевалы Гьедза и Пангла, с которого открывается прекрасный вид на все четыре вершины мощнейшего горного узла планеты. Джамалунгма – 8848 метров, Макалу – 8463 метра, Лхатце – 8516 метров и Чоойю – 8201 метр, и остановиться на ночевку в Гесхаусе рядом с монастырем Рангпук. Отсюда открывается потрясающий вид на северное лицо горы, которое, возможно, является ее самой впечатляющей стороной – блестящей стеной из камней и льда, возвышающейся на 3,5 километра над базовым лагерем и живописными окрестностями монастыря Рангпук. Монастырь Рангпук – один из самых высокогорных монастырей в мире. Он расположен на высоте 5000 метров и принадлежит секте Кагью. До культурной революции монастырь Рангпук был одним из крупнейших монастырей в этом регионе, в котором проживало 500 монахов и монахи. Сейчас в монастыре проживает всего лишь 20 монахов. Это один из семи монастырей, которые когда-то процветали в этой отдаленной долине. У монастыря было несколько ретритных келий, в которых проводилось обучение молодых монахов особым мистическим техникам, в том числе умению вырабатывать в себе внутренний энергетический жар – тумо. К сожалению, сегодня ретритные кельи заброшены, как и остальные шесть монастырей. Нынешний монастырь Рангпук находится на месте, где лама Нгааванг Тензинг Нарабурин Почи первоначально основал монастырь секты Нингма – Дангак Чолинг – в 1901 году. А название монастыря – Дзарунг Пхук – на самом деле является названием этой долины, а также пещеры для ретритов, расположенные вверх по долине, где медитировал легендарный гуру Бадмасабхава. Кстати, в 2014 году, когда мы медитировали в этой пещере, одной из участниц нашей экспедиции было видение. В долине Джамалунгмы распустился светящийся лотос, и из него, просыпаясь, появилась прекрасная богиня – богиня утренней зари. Рядом с Джамалунгмой, горой богини-матери, сохранилось удивительное место – древняя пещера Падмасабхава, в которой он медитировал с Йоша Цигель и Мандаравой. Когда я вошла в медитацию в этой пещере, сначала я растворилась, потом вселенная, потом все закружилось, и из этого вихря родился изумительной красоты лотос, который открылся, и я увидела там неземной красоты богиню. Она вот сидела так, как будто спала. И потом она начала пробуждаться, подниматься, и как будто чуть-чуть-чуть-чуть подтягиваться кверху. И у меня голос сказал – это пробуждение богини утренней зари. Я просто подумала о пробуждении богини, но мне постоянно говорят – пробуждение богини утренней зари. И удивительно, я видела эту богиню сзади, в полупрофиль немножко, у нее были светло-золотисто-каштановые волосы. И вот я поняла, что это пробудилось женское начало, пробуждение Урусватию в этом изумительно прекрасном месте. И, может быть, цель нашей экспедиции как раз была именно пробуждение энергии богини утренней зари, утренней звезды. И вот сегодня последний день экспедиции, и она возродилась. Джамалунгма – это не только величайшая вершина Земли. Это священнейшее место Гималаев. Местные ламы считают эту гору живой богиней нашей планеты. Продолжение следует...